Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Срывает удар с короткой мяч и отрывает. Над этим элементом Ксении тоже нужно поработать. Таким образом входить в площадку, обрабатывать короткий мяч и атаковать с короткого мяч. Вот, видно было не готово. Безупречно катер, безупречно катер. В розыгрыше плетное первое. И, говорит, да, все они не справляются. Больше нападочек катера. Вот, катер поняла, что делать. Резаным ударом Ксюша решила снять темп. Но, ошиблась выполнена следующий удар. Можно сказать, что нарезанного удара Ксюша еще 3 раза. Три раза она ошиблась выполнена резаным ударом. Три раза перебросила через сетку. Ну, увидим, что Катя нашла необходимую ядру. На мой взгляд, это именно то, что она должна была делать, она это делает. Первая, пытается, не уйдет мяч. Вторая, безупречный. С короткого мяча трудно. И безупречная. И вот это та игра, которую должна демонстрировать Катя. Атака второго мяча. Прошла ученика. Прошла ученика. Прошла ученика. Что творят девушки? И так собрана в атаке Ксения. И так сама тоже не играет Катя. Высочевшего класса. У нас 2-й спортсменчик. У 15 на подачу Ксении. У меня нет. У нас не проходит первая мяча. И вот сейчас Катя должна наказывать, что оно идет. Еще раз ладимые друзья. Мы обращаем внимание к тренерского штамма Ксюша, что необходимо запросить на повышение процентов попаданий к первому ничему. Очень много очков проигрывает Ксюша. Очень много очков проигрывает Ксюша из-за того, что нет надежной первой подачи. Причем она может быть не такая мощная, но надо подавать по месту и четко. Вот она вкручивает в король. Катя усиливает тут же. И наказывает Ксению вперед гейм. Делает брызг. В общем-то, закономерная история. Мы об этом говорили с самого начала нашего репортажа. 2-0 по геймам ведет Катя Тиханко. И уже сильнее, потеряв инициативу, чувствует себя немножко на своей тарелке. Пытается собраться с силами. Но она пытается собраться с мыслями, с силами, что ей делать. Катя пытается настроить острую подачу по прямой первой квадрат, но пока что ей это не удается. Безупречная. Безупречная. Сетка. Странное решение. Судитель, в общем-то, должен быть тот игрок, который принимает, он принимает решение, а не поддающий. Ну, в данном случае, зрители команды поддержки Ликациона поддаили немножко Алешину и был собран мяч. У Катя подходит первый мяч. На растяжку подбирает Алешина. Катя четко развивает атаку. Алешина выносит на комитете нарезанный удар. И Катя завершает атаку. Нельзя снять пробку сетанком. Нужно отрабатывать чексы ногами и держать длину. Очень хорошо технически подготовлены белорусского спортсмена. Безупречный вкладывает в мяч. И, вместо того, чтобы не было, что на ее атаку он очень трудно будет стоять. И, вместо того, чтобы не было, что на ее атаку он очень трудно будет стоять. Вот, у меня же ракеты, видимо, и людьми, все-таки. Непонятно, что там происходит. Там же счеты не сыграли же Дейка? Нет, не сыграют. Не сыграли же. Она ракетку поменяла просто. Да. Девушки сами считают счетвертки. Трудно сказать. Два очка выиграла. Похоже на то. Не проходит первый мяч у Кати. И двойная ошибка. По тридцати. По тридцати. Не могу сказать. Какой счет точный. Что? Кати. Может быть, кисть-живот. Не проходит. Приходит первая подача. Не проходит первая подача. Вторая безупрочная попадает. Только все более такая плотная накапистая льда. Она перебивает Алёша на наградную линию. И видно, что инициатива уже принадлежит белорусской спортсменке. Она берет гейм. Нет, не гейм. А, больше нападать на Кати. Не проходит первый мяч. Видно, что подача у него качественная надежда. Вторая спокойная. И бьет в забор. Назовем вещи своими именами. Алёша. А, такое ощущение, что... Счет во втором сете складывается как 3-0 в пользу Кати Тиханко. Три-0 в пользу Кати Тиханко. Спортсменки берут. Спортсменка взяла медицинский пилерыв. И сейчас обошену нужно не стоять, обставать и двигаться. Потому что можно замерзнуть. Мы пока что делаем пилерыв, уважаемые друзья.